Время от времени мы сталкиваемся с клещами и другой живностью. Насколько это опасно? Об этом узнаем здесь и сейчас. Мой собеседник, кандидат медицинских наук Ирина Гадзиева. Здравствуйте! Здравствуйте! Тяжело ли переносит человек укус? В основном поражается нервная система, сердечно-сосудистая система и кожа. Что касается нервной системы, проявления могут быть самые различные. И обращение к невропатологу, как правило, бывает. Вот не догадываются, что это может быть от клеща. Часто поражаются черепно-мозговые нервы, которые проявляются либо, ну, как сказать, асимметрией лица. Вот перекос лица возникает, лечат его. Либо возникают боли в половине лица. Это когда веточки так называемого тройничного нерва поражены. Могут быть поражены слуховые нервы, возникают проблемы со слухом. Могут быть поражены глазные, глазничные нервы, и тогда зрение нарушается. Могут поражаться мозговые оболочки. И тогда клиника менингита, который очень трудно лечится. Кроме того, поражается сама мозговая ткань. И тогда возникают головные боли, нарушения личностные. У человека снижается память, снижаются навыки привычные, он делает их уже безуспешно. Иногда развивается также проявление так называемого рассеянного склероза. Нарушается походка, нарушается координация движений. Так что очень многогранно и тяжела вот эта вот ноша болезни Лайма для нервной системы. Сердечно-сосудистая система. Тоже. Человек уже может и забыть, и о клещах, и о кожных каких-то проявлениях. И вдруг возникают нарушения ритма сердца. Может быть остановка сердца внезапная вследствие нарушения проведения импульса. Более реже бывает. Вот чаще аритмии. Бывает нарушение сократительной функции сердечной мышцы. Тогда могут быть и отеки, и одышка, как явление сердечной недостаточности. Словом, вот самое разнообразное. До начала заболевания, вот начало заболевания, до вот этих поражений органных, это общеинфекционные. То есть может быть ломота в суставах, повышение температуры, как при гриппе. Какие-то могут быть очень незначительно, умеренно выраженные катаральные явления. Вот человек считает, что вот он, наверное, простудился. Поэтому осматривать кожу обязательно. Это и для врачей такой постулат должен быть, и для близких. Если были на природе и после этого вот такое, ничего не стоит осмотреть кожу. Если это еще и с какими-то пятнами непонятными связано, то нужно думать о болезни Лайма. Это правильно. Просто видела этих пациентов и знаю, что это такое. Наверное, нет человека, которого бы никогда не кусал комар. Опасен ли он? Для жизни, конечно, он редко бывает опасен, потому что тогда бы, наверное, и человечества не было. Но неприятен уж точно для всех. А если человек еще склонен к аллергическим реакциям, то он может быть и опасен. Бывает такое? Не часто, но бывает. А неприятно всегда. Сам по себе укус, скажем, малоболезненный. Есть очень чувствительные люди, которые его всегда чувствуют. Но большая часть людей может даже и не заметить, что укусил комар. Но все равно это тоже укол нестерильной иголкой. И это всегда, конечно, чревато каким-то таким занесением, может быть, просто грязи в эту ранку. Но неприятные моменты укуса комара прежде всего от того, что для того, чтобы напиться крови, он пускает в эту ранку такой разжижающий кровь. Секрет, он называется антикоагулянт, то есть противосвертывающий, противосвертывающий. И вот именно этот секрет вызывает раздражение кожи. Даже у тех, кто аллергия особенно, может быть, и не страдает, Но, в общем-то, в месте укуса возникает такой возвышающийся элемент, называется папула, который, если еще ее расчесать, создается очень много неприятных моментов. А если это множественно, находясь на природе в хорошей компании и не заметил тех комаров, А потом начинается, конечно, зуд. Зуд – это расчесы, зуд – это может попасть какая-то инфекция из-под ногтей. И могут быть проблемы потом такого воспалительного, бактериального характера, кожные. Ну, не говоря уже о том, что комары тоже переносят немало инфекций. Три правила. Первое. Укус клеща не всегда вызывает тяжелую болезнь. Второе. Комар может инфицировать. Третье. Прикладывайте к комариному укусу холод. Мы продолжим разговор о здоровье в других передачах. Берегите себя.